всем огромный привет мы сегодня поговорим о влогах канала новый день и конечно же благодарю всех кто ставит лайки пишет комментарии и подписывается на наш канал всем огромное спасибо но если вы поделитесь этим обзором своими соцсети вообще будет здорово спасибо заранее но мы переходим к влогам канала новый день паспортно говорит оксана и это отлично нет палящего солнца даму оксана определись или тебе нравится когда все таки это палящее солнце есть или все таки для вас сам рано и нет этого палящего станции оксаны нет своего мнения насколько я понимаю как то вот одна подстраивается об этого мнение окружающих в принципе об этом уже говорила раньше и сейчас повторюсь потому как оксана постоянно совершают одну и ту же ошибку она подстраивается под мнение окружающих она очень от него зависит и я не считаю что это хорошо уж тем Тем более для такой взрослой тёти. У неё давным-давно должно было сложиться своё собственное мнение. Но, как видим, этого нет. И она даже не знает, какое солнце ей нравится. Палящее или всё-таки не палящее? Нравится ей жара или, может быть, ей нравится прохлада? Может быть, ей нравится, когда пасмурно или облачно? Неизвестно. Но Оксана как-то до сих пор не может понять этого. И это очень печально осознавать. Говорит о том, что Лена и Юра уехали домой. Лена и Юра вот эти самые друзья их, которые подписчики, друзья. В общем, кто что говорит? Оксана говорит, что это их подписчики. А Лена всё-таки уверена, что это их друзья. Но если они встречаются раз в год с этими самыми друзьями, то это уже не друзья, знакомые какие-то. Возможно, приятели максимум. Но никак не друзья. А возможно, они даже ещё реже, чем один раз в год встречаются. Ну, опять же, для Лены, каждый, кто с ней поздоровался или, не дай бог, с ней перекинулся парой фраз, это уже прям друзья навек. Вот что значит, у человека нет друзей, никакого нет опыта общения и социализации. Тоже у Лены, по большому счёту-то, нет никакой. Поэтому она готова всех, кто с ней хоть как-то нормально разговаривать, хоть как-то с ней заговорил или улыбнулся, уже считать своим другом. Как-то странно ли она действует? В Дендрарий они всё-таки попали, в долгожданном Дендрарий. И говорит Оксана, мол, деревья без коры. А Юра замечает, специально зачистили эти деревья. Ну, что сказать? Наверное, они когда в жизни не видели таких деревьев, как платаны, например. Эти деревья сами по себе сбрасывают кору, потом как они растут ширь, и кора сама по себе отлетает, что ли, отваливается с этих деревьев. И даже в народе эти деревья назвали бесстыдниками. Но, видимо, не знают ни Юра, ни Оксана о таких деревьях, поэтому считают, что специально зачистили деревья от коры. Как-то так. Лена, кстати говоря, и в Дендрарии не может идти и не жевать. Вот у неё постоянная потребность есть, неважно что. По-моему, сейчас наела чипсы. Вот она жуёт что-то, говорит, жуя. И как-то странно это. Неужели она не понимает, что это как минимум некрасивое, и что её слышно, да, в логе Оксаны? Да, мы Лену не видим, но мы прекрасно слышим, что Лена говорит и жуёт. Причём, когда Лена свой влог снимает, она не жуёт. А вот когда она попадает хотя бы аудиально, да, в логе Оксаны, она считает, что нормально жевать. Оксана как раз сказала о том, что здесь есть специальная смотровая площадка, и было бы неплохо её посетить. Но Лена говорит, все бы хотели побывать на смотровой площадке. И очень отчётливо слышала, что в этот момент Лена что-то жуёт. В этом Дендрарии увидели чёрных лебедей. И хорошо, что ни Лена, ни Оксана не стали снова кричать, ой, серые лебеди, посмотрите, серые! Мы только что открыли новую породу лебедей, новый вид лебедей, серый лебедь. Слава Богу, что этого не было. Да, я надеюсь, что они запомнили на всё оставшееся, что всё-таки серые лебеди – это детёныши лебедей. Ещё удивительным для меня было узнать то, что Оксана, оказывается, не знает, что очень часто раньше можно было встретить бамбуковые удочки. Да, я думаю, сейчас тоже они есть. Если хорошо поискать, можно найти. И Юра снова просвещает Оксану в этом плане, да, в этом отношении. То он ей сказал про лебедей, что серые лебеди – это детёныши лебедей. А сейчас вот он ей рассказывает про то, что раньше из бамбука удочки изготавливали. Почему Оксана не знает таких элементарных вещей, конечно, мне непонятно. Увидела Оксана дерево, корни у которого проглядывают сквозь землю. Очень интересная, кстати, особенность дерева. И торчат такими небольшими выростами, что ли, да? И Оксана говорит, вот какая корневина. Ну, конечно, это дерево было кипарисом болотным, но Оксана об этом не знала. И, кстати говоря, у этого кипариса болотного корни растут таким образом только в тех областях, где повышенная влажность. Где влажность пониженная или нормальная влажность, корни растут, ну, как у всех деревьев. А когда повышенная влажность, корни прорастают вот такими вот, ну, я не знаю, пенёчками, что ли, да? Очень интересное растение, действительно. Ну, наверное, корни у этого дерева росли именно таким образом, потому как рядом находилась Оксана. Потому как Оксана сказала, что у неё везде влажность повышенная. Вот так. У Оксаны везде влажность повышенная. И, наверное, эту повышенную влажность почувствовали эти самые деревья, ну, и стали расти подобным образом. Ну, иначе как это всё объяснить? То Оксана говорит, что она вся течёт. Сейчас она сказала, я вся мокрая, у меня повышенная влажность. Что с Оксаной происходит, я не знаю. Потом обратила свой взгляд Оксана наверх и говорит, ой, какая-то раковина там выросла. Ну, это был гриб. Это был обыкновенный гриб. Я, наверное, Оксану очень удивлю, если скажу, что есть ещё такой гриб, как трюфель. И он вообще в земле растёт. И надо его откапывать, и надо знать, где копать. И специально для поиска трюфеля, конечно, есть специально обученные свиньи. Есть очень много разных грибов на планете. И почему Оксана этого не знает, конечно, мне этого не понять. Когда вроде как они уже нагулялись по этому дендрарю, Оксана говорит, вот, сейчас было бы неплохо домой поехать, ну, или пойти. Тут же Оксана поясняет, что, мол, дома она называет то место, где они живут в данный момент. И вот в этом вот вся Оксана. У неё нет своего угла. Не, ну вот действительно так живёт. Вот она у Юры, да, на его же площади. Сейчас они путешествуют, сейчас они вообще снимают какие-то квартиры постоянно. А её угол, её родной, насколько я понимаю, она сдаёт. То есть как-то вот у неё нет такого места, которое она может в полной мере назвать своим домом. Того места, откуда она точно на это никто никуда не выгонит. Ну, нет у неё такого. Ну, что сделать? Сама выбрала себе такой образ жизни. Поехали они после Дендрария поесть. Понятное дело, надо поесть. В кафе поехали. И потом, конечно же, домой. На следующий день пошли они погулять по набережной в Батуми. И хотят взять на прокат веломобиль. И вот вы знаете, Оксана говорит, Юра, иди узнай, сколько стоит прокат. Юра вроде как шёл впереди. Вроде бы целесообразнее было его, да, действительно, чтобы он спросил бы, какой там тариф. Но Юра как будто бы Оксана не услышал. Он вернулся к Оксане и говорит, ты посмотри, какие молодцы акробаты. Ты посмотри, как они могут гнуться и так далее. Какие они там фигуры, мол, выделывают. Это что такое было, подумала я. Тебя отправили узнать, сколько стоит прокат веломобилей. Причём тут какие-то там непонятные акробаты. Но Юра на своей волне. Юра делает то, что хочет он. А Оксана, ну как Оксана. Потом Оксана вообще должна была сама спросить, сколько стоит этот самый прокат. Почему? Потому как Юра ушёл вперёд, и он даже не оглянулся, что там Оксана, как там Оксана, где там Оксана, что она делает, Оксана. А Юре было абсолютно всё равно. Он ушёл вперёд, он смотрел направо-налево, а Юра был сам по себе. Ну, а Оксана, конечно, выяснила, что веломобиль на прокат стоит 20 лари, если я не знаю, 20 лари всё-таки было, за полчаса. И к памятнику Ниной Ли не получится подъехать, потому как там всё равно кончается та самая велосипедная дорожка, начинается пешеходная зона. Ну, в общем, да. От Юры толку, я смотрю, ноль. Абсолютно. И почему Юра так вот ведёт себя с Оксаной, я, конечно же, понять не могу. Отказались они от этих самых веломобилей, понятное дело. И Юра продолжает идти где-то там впереди, Оксана нам вещает, что, ну, билеты не меняют, весь маршрут переиграли. Я так даже знаю, кто переиграл весь маршрут. Не будем показывать на Лену пальцем, да. И у них очень сумасшедшая их компания. Ну, как сказать, поведение компании зависит от руководителя этой самой, так сказать, компании, да. Поэтому я думаю, что всё-таки Лена поняла, что она была не права, когда она решила сначала брать билеты в Армении, а потом из Армении и дальше. И она сподвигла всех на то, чтобы все взяли билеты в Армении. Теперь вот получается всем надо ехать сдавать эти билеты. Потом как Лена задним умом крепко, как выяснилось. А остальные что остальные? Остальные даже вообще не думали. Они положились целиком и полностью на Лену. Потому как Лена сказала, я снимала эту квартиру. Я придумала этот маршрут. Я придумала, как нам ехать. Я, я, я. И всё остальные что сделали? И все сказали, да, Лена, ты молодец. Мы полагаемся на тебя. А что Лена? Лена, получается, подвела всех. Если бы не Лена на какая-то такая вот идея сумасшедшая, да, через Армению ехать или там лететь, то я думаю, что эта вся компания сейчас вряд ли сорвалась бы и поехала бы менять билеты. Мороженое по-турецкому, заявляет нам Оксана. Ну, что по-турецкому, так по-турецкому, подумала я. Очень хотела Оксана посмотреть, как индейцы на набережной поют в национальных костюмах. Но, к сожалению, ни одного индейца в этот вечер на набережной не было. Зато был Эдуард. И с ним встретились. Причем Лена, могу сказать, не показала встречу с Эдуардом. А Оксана так мельком. Рассказала, что дом построил Эдуард, мол, хотели бы они прийти к нему в гости, но у них всего три дня осталось дома. Кто вас туда звал? Вас туда особо-то и никто и не звал. Тем более, у Эдуарда ребенок родился. И как-то вот не знаю, с чего вдруг Оксана взяла, что Эдуард был бы рад их видеть у себя дома. Или они считают, что они как свадебный генерал вся компания, да? И все готовы у себя видеть. Нет, это далеко не так. Но Оксана хотя бы показала буквально там, не знаю, несколько секунд Эдуарда в кадре, а Лена вообще его не показала. Скорее всего, Эдуард не особо хочет показываться в роликах сестер. Вот. И встретились они, конечно же, еще с подписчицей. Подписчица передала привет своей маме. И, конечно, Оксана рада, что это какой-то новый контент. И Оксана тоже улыбалась изо всех сил. Тоже как-то старалась быть доброжелательной. Но не знаю, насколько на самом деле Оксана доброжелательна. Как по мне, это все-таки она больше актриса. Она больше играет свою какую-то там роль. Ну и правильно, ей надо какой-то контент. И Оксана рада любому какому-нибудь такому вот новому виду контента у себя в ролике. Кстати говоря, Оксана нам показала, как две фигуры Нино и Али движутся навстречу друг другу. А Лена нам этого не показала. Да, Лена, наверное, была увлечена беседой с Эдуардом. Потому как именно в этот момент Эдуард был в их компании. Когда вот эти две фигуры двигались навстречу друг другу Нино и Али. Ну а что дальше? Дальше уже купили арбуд. Зашли в магазин. Магазин там, кстати говоря, до 12 ночи работает. Это очень здорово и удобно. И Оксана говорит, все, уже домой. Завтра пойдем на пляж, который рядом с аэропортом. И прям вот будет видно, как самолет идет на посадку или на взлет. В общем, практически над пляжем это все происходит. И было бы здорово, мол, Оксана говорит, на это посмотреть. Ну что ж, посмотрим на это обязательно и нас тоже с вами глянем. Но что мне понравилось, то, что Оксана заявила. И на комментарии она отвечает не сразу. Причем, конечно же, не сразу вот так. Так она относится к своим зрителям. Чудесно, правда? А на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Продолжение следует...